3 миллиона квадратных метров жилья уже введены в строй по итогам 9 месяцев. Как отметил глава ведомства, темпы на площадках хорошие. Идем с опережением графика, ведь по году должны быть готовы 4 миллиона. По господдержке уже выполнено 90% от задания. 900 тысяч сданы новоселом. В стране зарегистрирован новый штамп коронавируса. Сейчас в основном циркулирует индийский, но с сентября ученые начали фиксировать хождение еще одного – Дельта-Лайф. Пока каких-то отличий не наблюдается, эти случаи единичные отметили в Минздраве. В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную и службу в резерве. Около тысячи призывников направлены в войска в первый день. Они пополняют ряды сил спецопераций 72-го Объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры. Еще 10 тысяч человек уедут в октябре-ноябре. С сегодняшнего дня в Могилевской области стартовала неделя детской безопасности. Продлится она по 31 октября. Госавтоинспекторы напомнят ребятам о правильном поведении на дороге. В свою очередь водителям стоит проявлять повышенную бдительность за рулем. Особенно важно быть внимательными при передвижении во дворах, переезде пешеходных переходов. Согласно статистике, в 2021-м произошло 50 ДТП, в которых два ребенка погибли и 59 получили различные травмы. Белшина уступила Держинскому арсеналу. Матч прошел накануне. Шинники не смогли ничего противопоставить канонирам. Матч подзавершился со счетом 3-0 в пользу приезжей команды. Несмотря на проигрыш, красно-черное остались на втором месте в турнирной таблице. До конца чемпионата осталось 5 туров. Следующий по вручанию сыграет с шахтером из Петрикова.